Российский певец и предприниматель Имена Галаров рассказал о планах выпустить в конце года в декабре альбом песен Муслима Магомаева. Об этом он заявил порталу Москва-Баку 25 октября на Дни памяти легендарного исполнителя, на котором ежегодно коллеги и поклонники Муслима Магомаева собираются у памятника артисту на пересечении Леонтьевского и Вознесенском переулка в Москве. В год два раза мы здесь собираемся у памятника Муслима Магомедовича. Там артисты всегда присутствуют, всегда свежие цветы, всегда много народу, почитателей творчества, люди, которые его знали лично. Ну, знаете, прошло уже достаточно много лет, больше 15-16 даже, и фигура Муслима Магомедовича, она становится только больше, сильнее, ярче. Песни присутствуют везде с нами, то есть мы их слышим. Сегодня даже вот Алексей исполнял два произведения. И, ну, у меня чувство восхищения этим человеком. Я знал его лично, и могу сказать, что Муслим Магомедович – это глыба. А в этом году я как раз в декабре планирую выпустить альбом песен Муслима Магомаева. Тамара Линюшна проверяет мое домашнее задание сейчас. На встрече присутствовала главная любовь баритона, оперная певица Тамара Синявская, друг певца, учредитель фонда культурно-музыкального наследия Магомаева Арас Агаларов и певец Эмин Агаларов, а также другие деятели культуры и искусства, представители общественности и просто почитатели его таланта. География поклонников безграничного таланта гениального вокалиста Муслима Магомаева не знает границ. Его песни с одинаковой любовью поют в разных уголках бывшего Советского Союза. И у каждого, кто пришел сегодня к памятнику, есть не только любовь к творчеству Муслима Магомаева, но и своя интересная история, связанная с ним. Я поклонник Муслима Магомедовича. С давних пор, можно сказать, с детства, живу с его музыкой, рос под его песней, продолжаю свой жизненный путь с его творчеством. А как познакомились с его творчеством? Кто вам дал послушать? Это все семьи идет, наверное, от бабушек, от родителей, от старшего поколения, которые как бы застали еще раз Светова карьеры. И как-то плавно вот влилось и в мою жизнь. И я искренне благодарен своим родителям за то, что они меня познакомили с творчеством нашего великого Архея. Я всегда с детства, с раннего занимался, изучал его вокальные все произведения, которые он пел, собирал материалы, даже до сих пор у меня хранятся. И сейчас до сих пор всегда, всегда его всю информацию по нему, которая была и есть, сейчас стараюсь довести до людей, которые приходят, чтобы узнать как можно больше о его творчестве. Два года назад я здесь прочитала стихотворение «Прощай Баку». И вот мы заканчиваем «Прощай Баку» нашу программу. И почему? Потому что это связь Есенин и Магомаев. На эти стихи Магомаев, уже не выходя из дома, записал замечательную песню «Прощай Баку». И когда слушаешь это, у меня вот просто мурашки. Эта уникальность этого человека в том числе заключается в том, что у него, наверное, нет национальности. Он общий как и для них, так и для нас. Я в том числе очень сильно рад, видя то, как очень много людей сюда пришло, чтобы почтить память этого выдающегося человека. И вот это вот событие само по себе, оно символизирует в том, что на самом деле Муслим Магомаев, он не умер, а живет в сердцах у нас всех. Вот до того момента, пока люди сюда приходят, о нем вспомнят и чтят его память. Весь день к памятнику Муслима Магомаева несли цветы. Около монумента останавливались люди, чтобы отдать дань памяти российскому азербайджанскому артисту. Магомаев скончался 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет.